Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы посмотрим, как можно сделать насадку шлифовальную на деревянном основании, которая будет напоминать вот эту. Эта насадка сделана на сердечнике из якоря сгоревшей дрели, а новую мы сделаем на деревянной болванке, и она может быть намного легче, намного удобнее, может устанавливаться как на гравер, так и на дрель. Для изготовления насадки я буду использовать вот этот комплект коронок, с которого возьму одну коронку, допустим вот эту, которая мне кажется наиболее удобной, ну и также возьму основание, на которое она будет крепиться. Только сверло отсюда я удаляю. Почему, дальше будет понятно. Дальше мне понадобится деревянная рейка, которая бы по толщине отвечала высоте этой коронки, чтобы коронка легко могла просверлить его насквозь. Для выпиливания заготовки беру такого плана шаблончик, он может быть любого другого диаметра, но раз решил брать эту коронку, то как раз под нее возьму и шаблон. Сначала мы эту штучку немножко обработаем, чтобы убрать вот эти заусенцы, потом найдет центр на одной из поверхностей, и сверлом по диаметрам, сверлом по диаметрам будущего вала сделаем здесь сквозное отверстие. Ну вот, хватает буквально нескольких движений, чтобы привести нашу заготовочку в норму. Ищем теперь центр. Чтобы выполнить разметку по центру нашей заготовочки, поступим вот таким образом. Воспользуемся треугольником. Вот эта линия, она как раз показывает, где у нас направление в центру. И лучше всего, если этот центр мы найдем с обеих сторон, тогда мы можем немножко сделать отверстие с этой стороны, немножко с этой, и тогда они точно сойдутся по центру, и не будет перекоса. Для изготовления самоотверстия беру сверло, которое будет по диаметру отвечать диаметру будущего вала, так сказать, или оси. В данном случае в роли оси у меня будет выступать вот этот винт с крестообразным шлицом. Именно под него я подбираю сверло. Но если мы с вами делаем насадку для гровера, то такой винт будет большим. В этом случае нужно сверло потоньше, естественно, винт нужно подбирать под диаметр цанги, которая у нас стоит на гровере, и не толще. В этом как раз будет разница при изготовлении такой насадки для гровера. После того, когда наше отверстие готовое, мы берем наш болт, болт или винт, и внедряем его сюда. Затягиваем это дело гайкой, и у нас получается вот такая заготовка. Теперь нам надо хорошо подтянуть гайку, чтобы пусть наше сидело можно более прочно. После того, когда затяжка винта у нас закончена, мы можем проверить, нет ли на нашей заготовке люфта. Чтобы сделать нашу насадку сменной, здесь нам нужно сделать поперечный пропил, в котором мы будем фиксировать нашу бумагу. Это можно сделать нашелкой по дереву, но я в данном случае это сделаю вроде. Вот такой получается пропил, и сюда должен помещаться сложенный вдвое листок наждачки. Но это еще не все. По низу здесь мы просверлим сверлом отверстие. Оно будет использоваться для фиксатора бумаги. Теперь беру заранее приготовленную наждачку. Вставляю ее таким образом. Плотно завожу края. И фиксирую вот такой щепкой. Если бы пропил был меньше, здесь бы подошла и спичка. Но в данном случае спички будет мало, поэтому я использую такую вставочку. Вот, кажется, наша наждачка на месте уже. Для удобства можем вот эти наступающие края щепки просто посрезать. При замене потом поставим на лаву. Теперь давайте испытаем нашу насадку в работе. Как видите, друзья, наша насадка работает. Если подобного плана насадка понравилась и вам, то можете поставить лайк, поставить оценку. Мне понравилось, тоже можете написать почему и поставить соответствующую оценку. На этом все, друзья. Был рад вашего внимания. Буду рад вашей подписке и вашему вниманию к материалам канала в дальнейшем. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok